Алло. Здорово, генерал Борисов. Здравия желаю. Генерал Тумбадзе, генерал Ленцов, генерал Колпаченко. Пять генералов сидят за столом. Ну где Роман там? Роман рядом. Ты не подвел? Обащица позвонил? Да нормально. Ну и что он сказал? Паспорт все сделаем? А это? Николаевич, так а я вот у Аслана Брагимовича. А, ну давай трубку Аслана Брагимовичу и все переговорим. А Роман вот только у меня сидит в палатке, блядь. Ну позови Романа. Вот Роман здесь. Дай Аслана сначала. Алло. Аслан Брагимович. Сейчас, сейчас, секунду. Борисович. Алло, как дела? Аслан Брагимович. Ну нормально, я за вас отомстил, дошел до Амсхеты. Все там сделал. Я вот освободил сегодня Романа Думбадзе. Обменял его. Вот он со мной сидит рядом. Завтра мы его в Москву привезем. Дай ему трубку. Да, да. Я уже каким? Аслан. Алло. Гол, гамна, джил, гамихады. А, в одном стране. Мена требует макрата, чревле не помнишься, а? В одном стране. А, да, я еще в тебе, так же. Все в тебе. Гей, гей, гей. Я уже, блядь, блядь, блядь. Гей, гей. Я уже, блядь. Да. Я его боюсь отдавать в Адуме, но опять арестуют. Ага. Ну почему не блядь. Мы его отлетем в Беслан и прилетим на самолет в Москву в 29-м. Надо будет там что-то с Лужковым решать, чтобы ему паспорт сделали. Ага. Поживет у меня на даче или квартиру ему купим, сбросимся. Вы готовы помочь на квартиру? Конечно, конечно. И я помогу тоже. Давай. Все, что есть, сбросимся. Я услышал, что просто вот мне позвонил наш друг, да? Позвонил, что вот так и так уже в горе, да? Я удивился. Я был комендантом в горе, я губернатором был в горе. Я смотрел, ты прекрасно знаешь, что просто я не вмешиваюсь в грузинскую страну, там политику и так далее. Выехал и сейчас трехтомник выпустил, хорошие, как его называются, исторические документы. И телевизор не смотрю. И вот звонит наш общий друг, вот так и так. Я просто обрадовался. Обнимаю, обнимаю.